Друзья, всем привет! За моей спиной находится главная библиотека Ростовской области, Донская государственная публичная библиотека. Сюда придут люди за знаниями, когда отключат электричество и весь интернет. Ну а сегодня мы здесь для того, чтобы рассказать еще об одной книге «Взлом маркетинга». Итак, друзья, мы с вами оказались внутри главной библиотеки Ростовской области. На улице бушует сорокоградочная жара, а я говорю в полголоса, чтобы не спугнуть засевших здесь ботонов. Ну, как водится, узнал я об этой книге от очередного грамотного человека, адептонера маркетинга Артема Овечкина. Автор Джо Барден выделяет понятие автопилот и пилот. Пилот – это когда потребитель действует сознательно, контролирует себя, сознательно перерабатывает информацию, внимательно читает тексты и внимательно же принимает решения по покупке. В этом режиме у человека очень высокий защитник порог, он много фильтрует информацию, критически относится к тому, что он видит. Автопилот. Здесь у потребителя уровень доверия к получаемой информации значительно повышается, попасть, голубо говоря, в сознание к нему намного легче и повлиять на его решения здесь, конечно, не в пример проще, чем в первом случае. Американские социологи в 60-х, по-моему, годах пациенту показывали тот или иной товар, потом цену, и следили сначала, как активируется центр удовольствия в головном мозге, а потом, когда человек видел цену на этот товар, активировалась зона страдания. Если активность зоны удовольствия была выше, если активность зоны удовольствия была выше, была прямая связь между процессом принятия покупки. Если удовольствие от товара превышало его цену, решение о покупке всегда принималось положительно. Также хочу еще вам продемонстрировать такие понятия, как эмплицидные цели. Это понятия, немножко связанные, как мне кажется, с понятием архетипа, там, юндианский, когда человек веком движут те или иные установки поведения. Всего их, по-моему, 12. Я немножко буду подглядывать. Всего их 6 выделяет Джо Барден. Такие, как приключения, удовольствие, безопасность, возбуждение, автономность. То есть, это те кнопки, на которые можно додить в управлении и поведении потребителя. На основе этой карты эмплицидных целей можно выстраивать имидж бренда, его подачу, коммуникацию, показать бренд либо с точки зрения генемистического удовольствия и простоты, либо с точки зрения статусности и автономности, эксклюзивности, силы и так далее. То есть, вы понимаете, что это абсолютно не затеориализированное днига, а имеющее практические применения. Пожалуй, чтобы не грузить вас с теорией, я просто пройдусь по нескольким таким лайфхакам, которые мне запомнились и понравились имиджа баргана. Когда тебе нужно продать то же криво, ты можешь поставить цену на продукт, на один продукт, но правильнее, с точки зрения баргана, было бы выставить три предложения по цене X, X плюс один, X плюс два, и тогда посмотреть, что происходит. Собственно, такое наличие или видимость выбора приводит к следующему. Самый дешевый продукт не продается, а продается в последующие два продукта, по последней цене и по самой высокой цене. Самое смешное, что даже если вы добавите к этой группе продукт по цене X плюс 3 и уберете первые два, X и X плюс один, то, соответственно, X плюс два товар будет стоять, не покупаясь, а X плюс три, X плюс четыре загребут к себе оставшийся спрос. Второй лайфхак для специалистов из области продуктов питания, в частности, те, кто торгует напитками. Так, правила восприятия у человека таковы, что он в вертикальной линии воспринимает как более большие, чем горизонтальные. Но это связано... Не помню, я с чем это связано. Но мысль в том, что если у вас на полке стоят две бутылки, одной и той же емкости, допустим, один литр, то человек выберет ту, которая выше. Это особенность. Это... Ну, это правило его выбора. Он это делает неосознанно. Поэтому, продукт-менеджеры, имейте в виду, делаем бутылки, пусть и узкими, но высокими. Следующее правило звучит просто как постулат, как истинно продукт-маркетинга. Жегномерность проведения клиента такова, что, естественно, он выбирает и ищет знакомые продукты и продукты, которые выглядят по знакомому. А выбирает и замечает он исключительно по цветам, называемая цветовая кодировка. В то же самое время есть такое понятие, как замыливание глаз. Поэтому, истина такова, что клиента мы держим, сохраняя цветовую кодировку товара, ну, предварительно подсадив, конечно, клиента на тот или иной все, чтобы он знал и искал его. А с другой стороны, мы проводим систематические, периодические рестайлинги, чтобы освежать восприятие и добавлять новизны. Но вот это зерно, бренд, ваша цветовая кодировка, узнаваемых пределах, должна оставаться прежней. Опять же, то, что касается работы вашего автопилота, при подготовке, при работе с текстом, избегайте писать слова только заглавными буквами, хотя бы к тому, чтобы было доказано, что слова написанные одни заглавными буквами хуже воспринимаются, чем слова записанные стандартными способами, которые начинаются с большой буквы, дальше будут прописаны. пишем, как учили в школе. Так вас лучше поймут и запомнят. Или вот еще, например, когда вы коммуницируете акцию, слева, допустим, у вас стоит старая цена, справа стоит новая цена. Прикол в том, что чем больше визуально расстояние между этими двумя цифрами, дистанция между старой и новой ценой, тем больше ощущение, ощущение большей скидки возникает у ваших клиентов. Если циферка стоит всем близко друг к другу, то клиенту не кажется, что скидку вы дали ему достаточно. Если раздвинуть их подальше, то это ощущение усилится. Еще одна полезная фишка. Мы все встречали так называемые накопительные акции, собиралки. Вы можете разместить 10 пустых окошек, которые нужно закрывать стикерами. И клиенту в силу инерционности его мышления тяжело будет начать это делать. Если вы уже в вырос 12 окошек, и два из них уже как бы закроетесь стикером, то есть в 30 все те же 10, то клиенту психологически уже намного легче начать собирать, клеить, участвовать, быть вовлеченным. может сложиться ощущение, что книга просто полна таких злых вещей, которые манипулируют клиентом, заставляют его делать то, что он не хочет делать. На самом деле автор развенчивает этот мир опять же на основе проводившихся исследований было доказано, что если человек ищет обувь, впарить Макдональдс ему не получится. Его автопилот автоматически ищет эту прекрасную желтую букву М, а если ты хочешь кофе, то ты ищешь естественно средненного жителя миллионника заветный логики чек Starbucks. Сделаем небольшое заключение по книге. Это во-первых полезная книга с точки зрения практикующего маркетолога, а во-вторых это книга которая отражает последние придумки обобщения знания в области маркетинга. Сказать что все что я там прочитал я прочитал и узнал первый раз это не так. Процентов 30 я знал. Но знаете вот признак хорошей книги хорошо написанной с хорошим контентом хорошо систематизированной когда ты ее читаешь ты думаешь да вот это да это я знал а вот это тоже знал а вот теперь смотри-ка как он все это все скомпоновал и уложил по полочкам а еще привязал вот это новое и добавил вот это еще новое а вот это я тоже не знал поэтому лично для меня книга маркетолога работающего в реальном секторе более чем полезная более чем применима на практике однозначно рекомендую ее к прочтению к изучению и запоминанию акэрэнээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээтэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээьээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры сделал DimaTorzok